Здравствуйте, меня зовут Александр Кашапов. Сегодня поговорим о миграции. Эту тему уже неоднократно поднимали в эфире Финам.ФМ и еще не раз о ней вспомним. Но сегодня мы поговорим о ней с позиции Росстата. И гостем программы «Парадокс» станет Александр Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики. Александр Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Ну давайте тогда с первого вопроса, как Росстат оценивает положение дел с миграцией в нашей стране. Миграция – такое явление, достаточно сложное, для того, чтобы правильно посчитать. И вообще, кто такой мигрант, да? То есть человек, который поменял место жительства. Наиболее надежным источником, правда, этот источник появляется раз в 10 лет, это перепись населения. Ну и вот если по перепись населения, по последнее посмотреть, то 11% где-то так людей на вопрос о том, соответствует ли место жительства и место рождения, ответили, что только вот соответствует, то есть Российские Федерации родились, и в Российской Федерации живут 89%. Большинство из них назвали другие страны, кто-то на этот вопрос не ответил, по каким причинам, может быть, они постеснялись, побоялись, так сказать, не посчитали нужным, но это вот второй вопрос. Вот это можно говорить о том, что это вот такая самая полная оценка миграции. То есть 11% людей, которые участвовали в переписи, которые сказали, что вот... Что Россия – это их не Родина. Да, они назвали Россию, что они здесь родились, да. То есть 15 миллионов человек. Да, ну как не Родина. Эти люди могли быть маленькими детьми, когда их вывезли родители, привезли в Россию, это для них Родина. Или как хоккеист Харламов из Испании вообще. Ну, у него мама из Испании. Он все-таки родился в России, насколько мне известно, да. Вот, но, конечно, есть текущие оценки этой ситуации, этого явления, это миграционная служба дает. Вот, они в последнее время очень, так сказать, серьезно улучшили свою работу с точки зрения учетов. Но здесь тоже есть проблемы, потому что сейчас, как все говорят, сейчас нелегальная миграция, да. Как-то, так сказать, говорят о том, что некоторые мигранты запуганы, не хотят общаться с властями и так далее, и так далее. Все, наверное, тоже присутствует, но в какой степени? Конечно, это не 90-е годы, не середина 90-х, когда Россия в 94-м году получила где-то около миллиона, там, 900 с лишним тысяч мигрантов, и мы вышли на второе место после США. Это уникальный случай, как миграционно-привлекательная страна. Мы обогнали вторую миграционно-привлекательную страну, традиционную, это ФРГ. Вот сегодня мы не на первом месте, да, сегодня нас обошла опять ФРГ и там ряд других стран, но, тем не менее, так было, да. То есть, вот сегодня, конечно, цифры миграции более спокойные, где-то 300-350 человек приезжает, примерно столько же выезжает, чуть поменьше, да. Но, тем не менее, мы остаемся привлекательной страной, неплохой рынок труда, неплохие заработки, ну, конечно, надо с разными странами сравнить, но, тем не менее, да, это так. И для нас это мощный фактор экономического развития, и, к сожалению, последнее время социальной напряженности, что уж говорить. Вот, кстати, мне кажется, можно успокоить всех критиков по поводу засилий мигрантов, потому что... Надо бы успокоить, да, да. Я хочу сказать, знаете, в каком смысле успокоить? Наша экономика все равно падает и развивается недостаточными темпами, неважно, легализована ли миграция, нелегализована ли, есть ли у нас мигранты или нет, все равно нашу экономику нужно исправлять и лечить совершенно с другого боку, и уж потом уже перетекать на решение вот этих вопросов. Кстати, вот, к сожалению, перепись проходит раз в 10 лет, а вы же основываетесь на другие данные. И вот каков прирост миграции? Ну, в этом году уже можно подводить кое-какие итоги 2013-го. Ну, перепись, я бы не сказал, что, к сожалению, проходит раз в 10 лет. Для статистики это счастье, потому что это тяжелейшая работа, но можешь представить. Квартиру зайти. А просить всех, квартиру тебя не пускают, тебя в чем-то подозревают, потому что об этом ты даже не подумал. Поэтому нет, нет, да и дороговато это, не нужно это делать, поэтому раз в 10 лет вполне нормально. Да, мы оцениваем на данных миграционной службы, которая фиксирует смену местожительства. Где-то, вот я хочу сказать, 2013-й год, да, по 2013-му году к нам прибыло 345, ой, извините, 3,5 миллиона, ну, примерно 3,5 миллиона человек, и было 3 миллиона 200. То есть вот разница где-то 300 с небольшим, 250 тысяч человек. Примерно такая ситуация была в прошлом году. То есть сейчас эта цифра успокоилась, они давно уже успокоились. Видимо, потенциал миграции в ближнем зарубежье, в общем-то, ну, скажем так, он сохраняется на постоянном уровне. В основном это страны среднязик, приезжает нам Украина, в какой-то степени Белоруссия, Молдова, Вьетнам, Китай. В общем-то страны традиционные. Ну, у каждого своя, как бы, квота, да. Регионы тоже принимающие разные. Наиболее привлекательно Московская область, Москва, где, так сказать, рынок труда, так сказать, позволяет заработать относительно приличные деньги. Ну и вакансии больше. Вакансии больше, да, да. Ну, минимальные безработицы, и в Москве там меньше 1%, уже, так сказать, давным-давно сложилось. Да и есть спрос на рабочие руки. И, в общем-то, как раз рынок труда здесь так сформирован, что многие рабочие места москвичам неинтересны. Да и не только москвичам, но и жителям России. И как раз это вот замещение идет на вот здесь, мигрантами. То есть оно вполне естественно? Нет злоупотребления бизнеса? Я думаю, что есть. Все-таки. Я думаю, что есть, потому что, конечно, вы можете представить, человек, который, скажем так, плохо знает язык, человек, который в определенной степени может зависеть быть от нанимателя, да, естественно, он ведет себя по-другому. Легкой добычей. Да, по-другому, чем человек, который более свободен, который знает о своих правах. Я знаю, что у мигрантов есть, так сказать, свои, так сказать, средства массовой информации, свои объединения, свои профсоюзы. Все это, конечно, сдерживает, так сказать, алчность нанимателя. Но, тем не менее, конечно, говорить о том, что они полностью защищены, как граждане России, здесь не приходится. И, кстати говоря, усилия государства в этом тоже направлены на это. Это правильно, потому что, как люди, понимаете, есть права человека вне зависимости. Ты гражданин России, не гражданин России, откуда ты ни был, надо защищать всех людей. Ну и, с другой стороны, есть, конечно, и адекватность поведения самих мигрантов. Все-таки говорить правильно о несовместимости культуры, о том, как себя надо вести в нашей стране. Привычки, традиции. Привычки, традиции тоже нужно, так сказать, это уважать. Ну, серьезная глубокая проблема. Но Россия здесь не одинока. Посмотрите, что было во Франции не так давно, в Париже, да, в других странах. То есть, это проблема, так сказать. Там, видимо, перебор с этими, с правами человека. Ну, можно сказать. Наверное, одни говорят так, а другие говорят, у нас мало прав, да, понимаете? Ну, естественно. Те, в чем поведение заложены паразитические нормы, они будут всегда говорить о том, что их права нарушают. Нарушают. Их мало прав. Александр Евгеньевич, вы упомянули о регионах. Есть ли искажения данных о миграции в областях России, которые преследуют цель увеличения финансирования? Возможно, еще какие-то цели? Ну, я бы так не сказал, все-таки. Но мне кажется, что последние несколько лет все-таки ФМС такую вот организовала надежную систему отслеживания, скажем так, вот регистрации мигрантов. А мы пользуемся этими цифрами. Но при переписи населения, например, мы сталкивались с желанием руководителей отдельных субъектов России, сферации, муниципальных образований, особенно совсем маленьких, с тем, чтобы как бы так, сичность была побольше, да. Вот мы с этим сталкивались и на Кавказе, и на Севере. И в городе Москве было много нарушений. Вот. То есть это, в общем-то, явление характерно вообще для начальника. Для человека. Да, для человека, да. Поэтому мы с этим попытались бороться, выезжали на проверки, я не хочу назвать конкретные субъекты, но были тяжелые разборки с тем, чтобы цифры были адекватны. ПШК, желание, это вы правильно говорите. Причина одна, деньги, финансирование. Чем больше людей, тем больше денег. А в маленьком образовании, если у меня больше подо мной, грубо говоря, моего электората, да, тем больше возможности иметь там заместителя, машину получше и все остальное и прочее. И, конечно, здесь вот мы пытались бороться с тем, чтобы этого не было. Повторяюсь, это было в разных территориях, в разных населенных пунктах, в разных регионах страны. То есть от дальности, например, Дальний Восток, это не зависит. Абсолютно. Ну, первое, мы столкнулись, например, опять не хочу, чтобы не было обид, да, на Дальнем Востоке. Правда. Да, когда мои коллеги поехали, значит, так называемая перепись, которая была раньше, чем основная. Александр Евгеньевич, извините, как удается Росстату точно посчитать миграцию, мы поговорим в следующей четверти программы «Парадокс». А пока новости. Снова здравствуйте. Мы сегодня говорим о эмиграции и о том, как она выглядит в глазах и в цифрах Росстата. Гость программы «Парадокс» Александр Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики. Ну, или глава Росстата, чаще говорят об Александре Евгеньевиче в СМИ. Можете позвонить нам по телефону 65 10 99 6, либо написать на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс» со своим вопросом или со своим мнением. Но мы продолжаем, Александр Евгеньевич, как удается Росстату точно посчитать миграцию. Ведь Россия широка, высока, далека и необъятна по территории. Я повторюсь, в общем, перепись населения единственный надежный инструмент по счету вообще численности людей. Но когда мы переписываем людей, мы же не задаем вопрос, мигрант не мигрант, мы задаем вопрос, связанный, скажем так, с полным возрастом, в том числе с местом рождения. Мы не сравниваем место рождения и место, где мы, так сказать, зафиксировали этого человека, где он живет. Если этот человек на территории нашей страны проживает меньше года, то тогда мы относимся к нему как к временно находящемуся на территории, опять же, вне зависимости от национальности. А если больше года, то опять, вне зависимости от национальности, гражданства, он для нас постоянные жители России. И мы, в общем-то, для нас задачка главная оценить общее число людей. А уже мигранта и все остальное, и все остальное, это уже, так сказать, побочный эффект нашей главной работы. Главное, посчитать всех людей. Это перепись населения. А текущие еще, да, миграционные службы. И здесь мы берем цифры, у них мы получаем всю информацию в полном объеме. Вот таким образом мы это считаем. А то, что в России это сделать не очень легко, да, это действительно так. Поэтому даже перепись проводится у нас в некоторых территориях с отступлением от общих сроков. Где-то раньше основного момента переписи, где-то позже, потому что где-то должно болото замерзнуть, чтобы можно было добраться на остров, находящийся посредине этого года, там живут люди. Где-то нужно, чтобы зимники встали, где-то нужно успеть до того, как там снега выпали в этих горах и так далее, и так далее. Поэтому, ну, где-то так мы около полумиллиона человек опрашивали. И это тоже очень важно, да. Эти люди, они сегодня здесь, а во время этого переписи они вернулись домой, да, там, с горы спустились, да. А киты ушли в горы. Поэтому это, хотя полмиллиона из наших, 140 с лишним миллионов, это не очень много, конечно. А вот насчет, вот вы тут вскрыли такой пласт нелегальной миграции, как раз чем сложнее достичь места обитания предполагаемых переселенцев, приезжих, тем больше возникает вопросов, легальные они или нелегальные. Вот, помимо федеральной миграционной службы, если они успевают, умудряются каким-то образом не встать на учет в ФМС, там можно статистику билетов, авиабилетов, железнодорожных билетов себе в помощь брать по числу въезда, выезда? Ну, число въезда, выезда, так называемая пограничная статистика, да, это один человек может каждый день пересекать границу и обратно, да, и что получится. Но он же фиксирует свои данные имя, и кто будет обрабатывать, что это Иванов Иван Иванович. То есть пока таких механизмов нет, они очень сложны, дороги? Конечно, но тем не менее, все-таки ФМС в этом направлении действует, и человек, пересекший границу, если он здесь приехал к нам в целях работы или каких-то, так сказать, ну, какие-то планы такие долговременные, то ФМС, конечно, имеет возможность отследить, и, кстати говоря, они это делают, и в последнее время довольно успешно. Вот сейчас разрешения даются на работу, да, плюс ко всему патенты, значит, представляются на работу. ФМС в этом направлении неплохо работает, но надо немножко подождать, цифры, конечно, улучшатся с точки зрения, что они будут более адекватными, потому что система только формируется. Естественно, мы этим будем пользоваться, но в любом случае перепись останется главным источником. — Хотя бы раз в 10 лет. — Да, а почему? Потому что, опять повторюсь, миграционные службы имеют дело с видимой частью. Да, они могут, так сказать, как-то дойти и сделать часть невидимой, видимой для себя, да, но тем не менее, все, какая-то латентная часть остается. Ну, так уж устроен солнцем, ничего не сделаешь. Перепись населения все-таки дает надежду, что мы охватываем эту невидимую часть, потому что у нас цели преследовать человека нет, только переписать. Поймать его, зважка, ах, ты такой секой, ты тут нелегально находишься. Нет, наоборот, когда вот мы проводим информационную работу с диаспорами и с посольствами, то есть представителями государств и еще с лидерами диаспоры, которые здесь, ну, в Москве, например, я сам встречался с ними, со средствами массовой информации, кто работает на мигрантскую аудиторию. Конечно, мы всем говорим, мы не в целях полицейских операций это проводим, не, боже мой. Нужно просто знать, сколько каких людей здесь живет. Некарательный характер операций. Абсолютно, абсолютно, да. И, ну, надо сказать, что миграционная служба нам сильно помогала во время переписи, потому что они знают эти места, они предполагают где. Подвальчики, чердачки. Подваль, чердачки, где-то, так сказать, дома брошенные, полуброшенные. То есть все это посещалось, в том числе, нашими переписчиками. Поэтому надеемся, что мы максимально возможно всех охватили. Вот то, что вы говорите о латентной части, скрытой, некоторые люди, некоторые даже агентства и некоторые ведомства подсчитали число скрытых, то есть нелегальных мигрантов и назвали цифру чуть ли не до 12 миллионов человек. Ну, может быть, я не знаю. Они, может, лучше знают. Просто методики не надо, как бы, направить в наш адрес. Мы посмотрим. У нас есть общественный совет, научно-медиологический совет. Мы готовы рассмотреть все методики, посмотреть, насколько они адекватны. Потому что мы, конечно, тоже за истину. Вдруг мы что-то такое не видим. Но как считать их, как с вертолета их считать? Вот потихоньку мы приближаемся, возможно, даже к зерну нашей программы. Это экономический составляющий. Бизнес-омбуссмен Борис Цитов в начале осени предложил амнистию для нелегальных мигрантов. Если вот брать максимальное неофициальное число, 12 миллионов человек, насколько оно действительно спасет нашу экономику, поможет нашей экономике. Потому что, вот по словам Бориса Цитова, если мечты избавить Россию от мигрантов вдруг сбудутся, то экономика страны просто обвалится. Ну, я так не буду говорить, что это просто такие страшные фразы. Но, тем не менее, должен сказать, что, конечно, мигранты — это серьезная часть нашей экономики, находящаяся в тени или белой экономики. И, конечно, так вот просто запретительными мерами здесь побед не добьешься. Потому что, ну, растущая... Ну, и разрешительными. Да, ну, понимаете, растущая экономика предполагает то, что ресурсы должны добавляться. Да, как бы мы ни говорили, а производительность труда — это все важно, об эффективности. Но, в любом случае, спрос на рабочие руки очень важен здесь. И, конечно, ну, опять, в каких объемах, да? С тем, чтобы экономика не стала зависеть только от труда мигрантов, чтобы она все-таки, тем не менее, была нацелена на эффективное производство. Чтобы труд замещался машинами и так далее, и так далее. Чтобы мы, так сказать, все время, так сказать, человека с кайлом-то не видели вместо эскаватора. — Производительность труда. — Да, 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 чтобы была... Ну, вообще все, ну, да, и производительность труда, и вообще новые технологии были. Поэтому здесь, конечно, вот какая должна быть середина. Ну, я уверен, что наши экономисты, они, в общем-то, знают, что делают, их расчеты абсолютно адекватны в этом плане. Но вообще без миграции закрыться, я думаю, что, конечно, это неправильно. Но ограничивать тоже нужно. Где-то должна быть какая-то середина. Ну, вот сегодняшняя буквально новость. Вице-премьер Ольга Голодец, она заявила о реформировании центров занятости в областях России. Это нужно сделать с тем, чтобы повысить мобильность рабочей силы именно россиян. Потому что вот сейчас 2 миллиона вакансий в России насчитывается. И бизнес, и, скажем так, биржи труда, они почему-то обращаются к нероссиянам. А почему? Потому что внутренняя миграция в России, она малоразвита. И Ольга Голодец, она предлагает реформировать службы занятости таким образом, чтобы именно внутреннее российское переселенчество развивалось. Именно это поможет в какой-то мере обходиться без труда мигрантов из СНГ, из дальнего зарубежья Китая, Вьетнам. Интересная идея. Как вот к ней можно относиться? Даже вот с позиции Росстата, я понимаю, что не совсем ваш профиль. Ну, скажем так, если посмотреть на цифры внутренней миграции, то у нас все федеральные округа, кроме центрального, северо-западного и южного, они теряют чечность населения. При этом, если говорить о северо-западе, то там прирастает только, по-моему, Санкт-Петербург и Ленинградская область. То есть, как бы, знаете, точек роста нет, так уж много. Почему? Потому что, да, действительно, стихийно, не стихийно, люди стремятся туда, там, где есть рабочие места, где высокие заработки. Если взять этот процесс в управление, наверное, можно добиться определенного успеха. Но, Ольга Юрьевна, бесспорно, права в том, что, в общем-то, такая мобильность нашей рабочей силы российской очень низкая, если сравнивать с другими странами, где, неважно, человек работает сегодня в одном городе, и у него более выгодные условия, или фирма посылает в другой город, на более выгодных условиях, не сам находит, а посылает, он спокойно снимает с места, зная, что и в этом, и в другом городе у него будут одинаковые, примерно, условия жизни, с точки зрения жилья, там, социальной инфраструктуры. Если он с детьми, там, те же самые будут качества образования, медицины и всего остального. Сможем ли мы это обеспечить? Когда? Поедет ли наш, скажем так, относительно, ну, не то, что в хорошем смысле избавленный, да, работник, да, менять место жительства или нет? Вопрос. А мигрант, он поедет, почему? Потому что он не привык к таким условиям. Для него они не в диковинку. Они, самое, нет, для него самое главное заработки. Тем более, самое-то обидное, что значительная часть мигрантов, они рассматривают нашу страну как место для зарабатывания средств, с тем, чтобы содержать свои семьи, которые находятся там. Если люди приезжают сюда и хотят здесь создать, ну, жить, создать свою семью и так далее, это другой разговор. Мы продолжим, с вашего позволения, эту тему через выпуск новостей. Оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Через полтора минуты мы, кстати, более подробно в цифрах и в деньгах это все обсудим. И успейте еще нам позвонить по телефону 65 10 99 6. Снова здравствуйте. Мы продолжаем обсуждать тему миграции с позиции статистики. У нас в гостях Александр Суринов, руководитель Росстата. Звоните нам по телефону 65 10 99 6, либо, пожалуйста, пишите на сайт финанс.фм на страничку программы «Парадокс». Александр Евгеньевич, какова тенденция сегодня с рождаемостью в России? Ждет ли нашу страну демографическая яма? Или здесь нам как раз поможет вот мигрантская база? Ну, вообще, конечно... Некоторые, кстати, на это надежды возлагают. Я бы так сказал, на бога надейся, на мигрант надейся сам не плашай, да? Все-таки, как себя ведут с точки зрения воспроизводства населения мигранты, это, так сказать, ну, сложная тема, да? Есть исследования, я, так сказать, во Франции они делались, как ведут себя, например, девочки, которые пошли из семи мигрантов, да? Которые пошли в школу и вместе с францужниками, да? Не важно, там они францужники какого цвета кожа, да? Не важно. Они учились, да? И потом они, вот, как они себя ведут, как матери будущие, да? Вот они повторяют не путь своей матери, которая рожала много детей, там, будь это семья из Юго-Восточной Азии, там, или из арабского мира, не важно, да? Они повторяют путь тех, кто уже давно живет во Франции. А если девочка уже, так сказать, сформировавшаяся, приехала во Францию, да? То она себя уже ведет, как своя мама. То есть она ориентирована на многодетную семью. Поэтому, как себя придут мигранты? Это вопрос очень сложный. Плюс ко всему, все-таки, в большей степени мигранты, это мужчины, да? Я повторюсь, они все-таки приезжают, по крайней мере, на территории. Время для детей, большинство, зарабатывают деньги. Семьи находятся там, значит, здесь нужно заработать деньги, кормить свою семью там. Поэтому говорить о том, что будет значительный прирост, если мы не переманим их до суда, вот это не приходится. А нужно переманивать, да? Тоже вопрос. Может, надо подумать о том, чтобы самим рожать. Тоже очень важно. Сегодня у нас, к сожалению, основная, скажем так, масса населения, которые находятся в фертильном возрасте, да, ориентированы все-таки на однодетную семью. Это, наверное, не совсем правильно, да? Убыль. Да, и это не будет расширено воспроизводство. Наверное, здесь как-то должны о ментальности думать, да, какие-то тут должны быть про, я не знаю, там, чистка мозгов всей нации, как себя нужно вести с этой точки зрения, чтобы на этой территории люди жили. Но что я вам скажу, у нас, в нашей стране, как бы это ни казалось бы странно, но с 2000 года рождаемость растет. Да, цифры, как бы, не очень, так сказать, ну, большие, но, тем не менее, все-таки растет рождаемость. Даже продолжительность жизни растет чуть-чуть. Да, и смертность стала сокращаться, понимаете? Если бы мне бы сказали где-то в 90-е годы, что это вот так, я бы, честно говоря, не поверил, да? Лишь в 90-е. Да, вот, то есть, все-таки нация стала здоровее. И вы, на самом деле, ведь за такой короткий промежуток времени на несколько лет и выросли продолжение жизни. Это вообще серьезная вещь на глазах. Что, чего? Сейчас вот демократы должны думать, понимать, какие факторы сработали. Нарождаемость сказалась, например, скажем так, вот эти вот помощь семье последних лет, да, или нет? Вы имеете в виду маткапитал? Да, да, сказался или нет. Демографы многие не верили, нет, не скажут. Очень мало демографов говорят, да, скажут. Что, оказалось, власть прозорливее, чем демографы многие, да? Может быть, и нет. Ну, в общем, какой еще фактор? Вот какой еще фактор? Что, может, так сильно поменялись за несколько лет, да, с точки зрения нашей восприятия окружающей мира? Может быть, составляющей все, включая мигрантскую составляющую. Ну, мигрантская здесь... Ну, если мы рассматриваем 15 миллионов человек, которые живут в России, не считая своего рода в России... Ну, это же 15 миллионов и тем, которым семьи с лишним лет. Которые, может, и хотят родить, но Бог уже не даст, понимаете? Да нет, ну что вы, это все-таки наше население. Это в основном наше население. И я скажу, что все-таки, мне кажется, вот эти меры правительственные... Меня сейчас рассуждаю не как чиновник, но вот как статистика, да? Вот факт. Не было, меры включились. То же самое было при Горбачеве, как бы не ругали компании по борьбе с пьянством, да? Значит, 84-87 год резко сократилась смерть от внешних причин, связанных с алкоголизмом, так сказать, травмами и случайными отравлениями. Факт, ну, факт, понимаете? Хотя, конечно, там перегибы были в той политике и так далее, и так далее. Но это факт, факт. И этот факт отмечен не только российскими демографами и зарубежными демографами. Значит, государство может такими вещами как-то воздействовать на серьезные демографические процессы. Поэтому я скажу, что пока вот мы разрабатываем прогнозы демографические. Для нас последний прогноз, так, сценарные условия, так, что будет, да, точки зрения философии, разработала высшая школа экономики. И мы делаем традиционно уже много-много-много лет, не один десяток лет. В советских времен мы делаем прогнозы, как бы есть низкий вариант, средний и высокий. Низкий, самый пессимистический, когда вместе действуют все самые негативные факторы, которые влияют на демографию. Высокий, когда все, как бы все факторы работают в позитив, средний, ну, как бы такой микс, да, вот. Вот сегодня пока развивается по высокому сценарию. Вот несколько лет развивается по высокому сценарию, который не предполагает яму. Вот я смотрю сейчас на цифры, да, и вот, ну, вот, пока яма не предполагает, значит, серьезного падения. Средний предполагал яму, отодвинутую немножко, ну, пессимистический, низкий, да. Поэтому, ну, что, вот, действительно. Яма, то есть подрастают дети, которые рождались в великой девяностое, да, в середине девяностое. Да, да, но все равно, как бы, будет сокращение, потому что, объективно, количество женщин, которые могут родить детей и так далее, ну, там по пять никто не будет, да, там единицы будут, да. То в России вообще даже и в лучшие времена по пять детей не рожали. Ну, при царе рожали, в первые годы советской власти рожали. Ну, там и детская смертность была колоссальная, и там из восьми детей крестьянской семьи, там, чуть ли не пятеро умирало до трех лет. Не только у крестьянских, там у царей, там, где дети не все выживали, не только у крестьян. Но, тем не менее, понимаете, а вдруг что-то изменится. Поэтому все-таки, мне кажется, в данном случае нужно быть оптимистом, потому что вот цифры упрямая вещь, они говорят об этом. Они говорят об этом. Конечно, тут надо анализировать, серьезно анализировать, что, почему. Кстати говоря, вот мы открыли доступ к нашей базе микроданных по двум переписям населения. Может быть, там исследователи могут с разными факторами поиграться, что, чего, в каких семьях рождаются дети в регионах, там, с точки зрения разных характеристик матери, отца, с точки зрения, какая семья простая, там, или сложная семья. Ну, то есть, ну, пожалуйста, надо этим заниматься, потому что, может быть, действительно, кто-то найдет какую-то причину, и этот фактор можно как-то повлиять в позитив, да? Вот об одном факторе, мы его тут скользко упомянули, мат-капитал. Вчера Дмитрий Медведев, наш премьер, заявил, что скоро уже и мат-капитал-то некому будет выдавать. Вчера Дмитрий Медведев сокращается рождаемость и сокращается, как следствие, число молодых женщин, потенциальных матерей. Вот если идею бизнес-омбудсмена Цитова амнистировать всех нелегалов не удастся реализовать, то, может, достаточно объявить о выдаче гражданства России всем иностранкам от 18 до 30 лет? Или когда там они рожают, ну, рожать женщин удобно, до 35 лет. Ну, фертильный возраст 15-49 лет. Ну, 49, ну, вряд ли. Ну, то есть, приезжий в 40 лет не дадут, гражданство только лишь с условием, чтобы она рожала. Ну, я скажу, что в современном мире, вот, европейская цивилизация, мы наблюдаем увеличение среднего возраста матери, первого ребенка, когда в некоторых странах он уже далеко, там, 30. За 30. То есть, когда получает женщина высшее образование, карьеру. Да, в основном карьера сейчас, понимаете, это такая штука тоже, ну, скажем так, не то, что это российское какое-то такое явление. Это уже давно не российское. Это давно, да. Где-то на Западе, если мне память не изменяет, по-моему, очень активно в 70-е годы, когда мужчины, как главные кормильцы, которые до этого были, они обеспечили приемлемый уровень потребления всей семьи, включая женщину. Вот там так потребности возросли, что у них стало хватать мужчинам, вернее, семьям мужского заработка. Да, взнос по кредитам выросли. И пошли, значит, женщины, как вторые кормильцы. А что это такое, значит, это карьера, там же тоже, как женщина тоже человек, да, у них же просыпается интерес к работе, к карьере, она должна добиться, чем... Конечно, ни о каких 20-ти годах речи не идет. И так далее. Лучшее образование, значит, там еще конкуренция со стороны мужчин, не всегда справедливая, ну и так далее, и так далее. Ближе к 30-ти годам. И сегодня мы имеем то же самое. А дальше, когда уже человек родил в 30 лет, значит, возможность для рождения 2-го, 3-го, она просто сокращает. Ну, у нас у всех билет в один конец, да. Если в 21-го родили, то есть шанс, чтобы больше нарожать женщину, а если в 30. Поэтому и уже, и здоровье, ну и все-все-все-все-все, да и желание собой заняться. У женщин-москвичек, я, по крайней мере, среди москвичек это услышал, если ты до 25 лет, может быть, случайно или специально не успел родить, то больше уже не родишь. Ну, или родишь одного после 30 задолго. Ну, одного, да. Одного, да, два уже сложнее. Но опять, в общем-то, все меняется, эти вещи, как бы, можно на них как-то воздействовать через общественные какие-то институты. Ну, тут много вещей, много-много-много. Конечно, инфраструктура социальная. Конечно, скажем так, ну, как раньше говорили, да, уверенность в завтрашнем дне, да. Уверенность в том, что ребенок получит, по крайней мере, не худшее, чем ты образование. Что его будет защищать... Востребованная. Да, серьезная система здравоохранения. Что он будет востребован, и так далее, и так далее. Что будет безопасно, там, не знаю, на дорогах, в подъездах, везде. Ну, это же тоже слагаемое, да, вот, буду я рожать или нет, да, или мужчина, давай, это еще второго, третьего, смотри, как все хорошо, да, а завтра будет еще лучше. Почему бы и нет, да? Ну, вот, как сыграет это? То есть, опять, совокупность факторов. Абсолютно. Такое полное меню. Одним мат-капиталом здесь не обойтись. Но мат-капитал все-таки очень важный. Кстати, растет он, 409 тысяч уже. Ну, да, где-то в каких-то регионах у нас считается не очень большая сумма, а в сельской местности у нас довольно много регионов, где-то сумма приличная. На них, на самом деле, можно, так сказать, что-то, что-то сделать. Купил полдеревни. Ну, не полдеревни, не полдеревни, но насчет дома, да, да. Но, к сожалению, не везде. И тогда вот в следующей четверти мы посвятим более подробное обсуждение именно примером на Западе. Мы ли догоняющие, либо мы уже во голове, в знаменосце. У нас еще есть две минуты, возвращаясь к теме внутренней, именно российской и околороссийской миграции. Опять же, возвращаясь к вице-премьеру Ольге Голодец, она заявила о том, что только за последний год, прошлый год, в государство СНГ было переведено около 20 миллиардов долларов. По словам госчиновника, если бы эти деньги остались на российской территории, то они бы помогли молодым семьям строить жилье и формировать свое будущее. Это опять к теме формирования внутренней, внутрироссийской миграции. Вот это вот 20 миллиардов долларов, насколько серьезная сумма она вот в плане, опять же, может быть, в плане статистики не очень легко это обсуждать, тем не менее. Насколько спасут эти внутрироссийские переводы же не отток капитала? Ну, они же, эти деньги заработаны были людьми, иностранцами. Они, как бы, я надеюсь, не украдены были. Нет, однозначно нет. Более того, они больше дали заработать нашему бизнесу. Да, нет, ну как, это наш бизнес, это мы заплатили с вами, как наниматель, да, иностранным работникам. Они здесь что-то потребили на свою еду, а большую часть отправили к себе домой. Поэтому, если эти деньги, скажем так, были выброшены на рынок труда, то они, как бы, так, нанимайте россиян, да, в честной конкуренции. Почему россияне их не взяли себе, да? Это ведь с этой точки зрения тоже надо рассуждать. А так, конечно, лучше бы свои зарабатывали. Кто с этим спорит-то, да? Свои зарабатывают, свои платят налоги. Эти деньги остаются здесь, они действительно могут пойти на жилье, на все остальное. Вот, но вот видите, как в конкурентном мире на рынке труда в этой части выиграли иностранные работники. Тоже надо думать, почему. Понизили свои амбиции? Может быть, понизили свои амбиции с точки зрения уровня заработка, с точки зрения престижности рабочих мест, скажем так, неудобства места работы, например, вредное производство и все остальное. Поэтому здесь, вот я сейчас хочу посмотреть, пока будет перерыв, да, по насчет Калужской области, где, так сказать, да, бумаги. Отлично. 65, 10, 99,6, уважаемые радиослушатели, звоните. Мы продолжаем говорить о том, как Росстат оценивает ситуацию с миграцией. Гость парадокса Александр Евгеньевич Суринов, руководитель Федеральной службы государственной статистики. Итак, Александр Евгеньевич, в прошлом году, только в прошлом году в СНГ перевели 20 миллиардов долларов из России. И парадокс в том, что эти деньги не могли остаться в России, потому что на эти деньги, на эти рабочие места россияне не шли. И ваша статистика, со слов главы Росстата, это подтверждает, потому как речь идет именно о легальном секторе. А вполне себе законопослушных предприятиях, которые рады бы трудоустроить любого человека, у которого есть разрешение на работу, тем не менее нанимают мигрантов, потому что россияне не идут на работу. Вот в данном случае, вот если рассматривать Калужскую область, о которой мы говорили, там... Довольно высокий, да, миграционный прирост. В лидерах, в лидерах. Ну, один, ну, в общем, да, далеко не последний, где хороший экономический рост, в общем-то, условия работы довольно тяжелые, да, конвейер, по крайней мере, может, и не очень вредный, но тем не менее как не вредный, да. С точки зрения воздействия, может, и излучение не вредное, а с точки зрения, так сказать, восприятия довольно тяжелый труд. То есть вот этот отток капитала из России, который уходит благодаря мигрантам, благодаря переводам в страны СНГ, он в данном случае никак не остановится. Это именно естественные причины. Есть рынок труда? Бизнес же, да, бизнес же выбирает... Причем легальный бизнес. Да, бизнес выбирает тот, кто соглашается работать за меньшую заработную плату, но при этом работает так же и качественно. Ну, кого будет выбирать? Кого будет нанимать у себя, так сказать, там, я не знаю, там, сделать ремонт в квартире? Ну, естественно, выберет, так сказать, качество и подешевле. В каждом у нас в голове сидит, так сказать, экономист, который считает, ага, за то же самое я заплачу на 10, на 20, а то и в полноразово дешевле. Естественно, выберет, кто подешевле. Поэтому здесь, конечно, конкуренция будет. Плюс ко всему вообще с точки зрения мигрантов, если рассуждать, все мир конкурентно способен. Страны борются за лучшего мигранта, за квалифицированного мигранта, за мигранта, так сказать, адекватного с точки зрения поведения, там, лояльного по отношению к непринятому ему и при пришедшему обществу, к тому, куда он пришел. И, конечно, насколько Россия здесь конкурентно способна, насколько мы создаем лучшие условия труда для того же самого мигранта, чтобы привлечь, условно говоря, инженеров, там, квалифицированных рабочих. Сейчас тема иностранных пилотов. Да, иностранные пилоты, врачи, я не знаю, там, преподаватели. Мы же все-таки много смогли, так сказать, переманить или к нам приехали из бывшего союза людей с высшим образованием в 90-е годы. А сейчас мы конкурентоспособны, а насколько мы, словно говоря, стимулируем, чтобы мы оставались здесь, да, вот, в нашей стране, чтобы мы не уезжали, чтобы Россия не теряла свои кадры квалифицированные. Это вторая сторона медали. Поэтому, то есть, сложно очень, конечно, говорить. Ну, а вот проблему внутренней миграции очень тяжело решить, потому что граждане России, в отличие от граждан СНГ, они с трудом оставляют свои семьи и едут там на заработки по вахтовому методу, либо на многие месяцы в другие страны. Для гражданина СНГ это проще, оставить свою семью и потом шлать ему деньги. И, возможно, даже навещать семью раз в несколько лет. Ну, раз в несколько лет, это вряд ли. Я знаю, в случае, так сказать, где-то делают это относительно регулярно. А так, по идее, если... Ну, ненадолго ведь. Ну, ненадолго, конечно. Поэтому люди на заработках, да, там... Ну, раньше-то в Царской России, да, вот, мужики там уезжали в город на заработки, да, приезжали там зимой на родственные каникулы, да, с гостинцами и с деньгами. Потом опять весной туда, в город на заработки. То есть у нас, в принципе, это в традиции. Ну, а почему нет? Вот. И это так и было, потому что в деревне всегда был дефицит денег, да. А где деньги? Деньги в городе. И в городе работа была. А в селе что там? Сейчас, кстати, в Португалии в связи с кризисом настолько зарегулирован и заобложен налогами бизнес, что работать в деревнях в Португалии стало выгоднее, быстрее устроиться там, проще, чем в городах. Потому что там налоги, там ограничения, там экономия, там квоты понижены. Вот сейчас в Португалии вот обратная тенденция. Хотя в остальном мире, конечно, наоборот, из деревень в города бегут. В том же Китае, кстати. Да, потому что в городе, в городе Китае есть работа. Есть традиционный метод, да. И условия жизни другие в городе китайском, чем в том же самом сельских районах. Есть вода в кране. Есть вода в кране, да. А до недавнего времени еще и, скажем так, определенная была, ну, если так можно сказать, дискриминация в отношении жителей сельских районов. Там горожане были в более выраженном положении, особенно возьмем там... То есть понаехаловщина, она в Китае тоже есть. Ну, да, лимита, да. Да, есть еще один такой момент. Вот вы сейчас сказали о том, что не только нужно думать о том, как бы привлечь качественного мигранта, но еще качественного гражданина России не выпустить. Не выпустить, да. В кавычках не выпустить. Дать ему условия такие, чтобы он не переметнулся. А в Америке постоянно представители корпорации Apple, Марк Цукерберг недавно выступил о том, чтобы направили чуть ли не письмо Бараку Обаме. О том, чтобы подняли квоту, повысили квоту на ввоз специалистов, потому что им для высоких технологий, для IT-сектора не хватает специалистов. Они очень надеются на Индию, на Пакистан, там, не со всеми удается аутсорсингом наладить сотрудничество. Они вот хотят оттуда себе хороших мигрантов. Из Китая, кстати, того тоже. Барак Обама пошел дальше, он сейчас, конечно, у него большие проблемы с республиканцами, и у него сейчас главная цель, это, конечно, реформа здравоохранения, но у него в том числе и желание легализовать 15 миллионов мигрантов, нелегальных мигрантов. Да, это серьезно. 15, но там 303 миллиона человек населения, там и площадь побольше. Площадь у нас побольше, слава богу, население у них побольше. Но это серьезно, конечно, вот, пожалуйста, борьба за грамотного, за подготовленного мигранта, понимаете, вот она действительно в действии. И спрос с стороны бизнеса. Регуляционный механизм получше. Я все понимаю, но, видите, это бизнес, я не могу раздеваться, дайте мне квалифицированную рабочую силу, дайте мне не просто квалифицированную, а именно интеллектуальную рабочую силу. И наших будут переманивать, понимаете, это тоже самое. Кстати, а есть статистические данные, как наших, как граждан России переманивают, и куда? Ну да, переманивают, нет, конечно, просто такая фундурка. Ну да, да, под текст. Она житейская, да. Под текст. Ну, конечно... Куда мозги утекают и руки? Ну, то же самое штаты, да, то же самое и в Европу, в меньшей степени, чем, конечно, из новых стран, членов Евросоюза, да, когда, так сказать, вот восточная Европа, она вся там, молодые ребята оказались все в старых членах Евросоюза. Конечно, у нас такого нет, слава богу. Но тенденции есть, есть, конечно, потому что, конечно, сманивают с престижными заработками и так далее. А больше мозги или больше руки? То есть высококвалифицированные профессии или простые рабочие? Потому что не хватает и тех, и тех. Не хочу вас обмануть, я не могу сейчас ответить на ваш вопрос, но не хватает и тех, и тех, конечно. Но вообще для рынка труда характерен такой вот, знаете, такой дисбаланс и региональный, о чем Ольга Юрьевна говорила, городец тоже, где-то есть потребность, а не, вернее, где-то есть спрос, да, где-то нет предложений, наоборот. И, конечно, с точки зрения профессии. И не только, скажем так, инженерных работников, но и квалифицированных работников просто, да. Жилое производство. Да и тяжелое, и не тяжелое, где нужна квалификация, где для того, чтобы занимать рабочее место, нужно чего-то уметь, так сказать, и уметь неплохо, чтобы тоже, так сказать, хозяин был уверен, что там не будут испорченные станки, оборудование, и что продукция будет надежного качества. Потому что, в конце концов, ведь тоже производство можно в России разместить, а можно не в России, где-то обеспечить. И опять конкуренция с другими странами. То есть через конкуренцию на рынке труда, конкуренция уже через продукцию. И будут здесь размещать, если соседи в какой-то стране, N, да, все условия и представят еще квалифицированную рабочую силу за меньшие деньги, которые будут работать. И что делать тогда? Бизнес расцветет. Бизнес там расцветет, да. Естественно. Здесь, и это тоже опасная такая штука. А нужны вот эти, можно сказать, регуляционные, чуть ли не монополистические механизмы? Или пусть бизнес сам себя регулирует, даже путем вот найма дешевой рабочей силы? Ну, мне трудно говорить, конечно, я все-таки как бы в профессии статистики. Нужны вот эти протекционистские моменты. Ну, вот смотрите, если бизнес американский, так сказать, ориентирует своего президента на такие вещи, а тот бизнес, который, в общем-то, вырос в рыночной стране, да, имеет прекрасно огромный, там, 100-летний, там, 200-летний опыт, так сказать, формирования взаимодействия между бизнесом и правительством, лоббированием своих интересов. Он говорит, помоги мне. То есть бизнес понимает, что ему нужна помощь из страны государства. Надо тоже посмотреть на их, задуматься, в чем нам по-другому надо себя вести. Ну, в России бизнес, наоборот, говорит государство, не мешай мне, не нужно мне помогать, не мешай мне. Ну, вы знаете, я думаю, по-разному говорит бизнес. Когда есть, скажем так, госзаказ на какие-то, так сказать, закупки, там, товаров или услуг, бизнес говорит, побольше заказов, да? В том-то все и дело, что чем больше госпредприятий, тем сложнее бизнесу, потому что... Не госпредприятий, а государственный заказ. Почему? Он размещается в среде частного бизнеса, богу ради, это влияние государства, государство приходит своими деньгами, да? И опять же, кстати, конкуренция. И опять конкуренция. Тендеры. Ну, я не бизнесмен, мне трудно, как бы, комментировать эти вещи, но в любом случае, как бы, государственная политика, на мой взгляд, здесь должна быть, конечно. У нас минута осталась. По крайней мере, государственная политика, как выразитель, что ли, такого вектора общественного мнения, да? Вот мы хотим развиваться, да? Нам нужно это всему обществу, бизнесу, наемным работникам. Вот мы же не только стали бизнесом, а вот страны наемного работника, вот меня нанимают. Мне нужен конкурент оттуда. Вы меня будете защищать или будете меня выдавливать в другую страну? Вот как, да? Вот с разных точек зрения смотреть. Совокупность факторов, опять-таки. Мы опять приходим к обширному меню, которое состоит из массы блюд. Ну, это сложный же феномен, конечно. Большое спасибо. Напомню, что гостем программы «Парадокс» был Александр Евгеньевич Суринов. Это руководитель Федеральной службы государственной статистики. Через призму Росстата мы сегодня попытались в очередной раз обсудить проблему миграции. Насколько она остро стоит, вообще ли является ли проблемой. Звоните по телефону 65 10 99 6 уже в другие программы эфира «Финам-ФМ». Ну, а я прощаюсь с вами до завтра. Большое спасибо. Александр Кашап с вами.